Наточить весь вот этот инструмент на брусках можно, но очень проблематично. Особенно большую проблему это удержать угол стамески или железки рубанка. Очень сложно удержать угол и заточить под нужным углом. Всегда получается заваленным. Чтобы этого не происходило, я сделал вот такой вот станочек. С его помощью можно на высоком профессиональном уровне, в домашних условиях, наточить весь этот инструмент без особых проблем. Сейчас покажу, как это работает. И я полностью отказался от брусков, потому что они вырабатываются, на них сложно удержать угол, и у них появляется выработка. Они вот такие кривые со временем получаются, на них вообще невозможно работать. Сейчас покажу, как это все работает. Для того, чтобы начать работу, нужно, это я старую шкурку срезаю. Для того, чтобы начать работу, нужно завернуть сюда направляющую. И приклеить шкурку в новую. Значит, вот у меня здесь набор шкурок. Здесь разные шкурки. Вот, тысяча, восемьсот. Мне понадобятся три шкурки. Ну вот, грубая, сто восемьдесят. Отрезаем от сто восьмидесятой. С помощью линейки и косяка. Полосочку. Шкурка стоит очень дешево, поэтому я ее использую как расходный материал. Так, сто восемьдесят. Это будет грубая. Дальше. Грубый расход очень большой. Ну, заметно большой, чем других, поэтому у меня ее вот много. Вот следующая, средняя. Триста двадцать. Триста двадцать. Понимаете, здесь я взял маркер. И это шестисотая. Ну, шестисотая хватит для мелки. Шестисотая, восьмисотая или тысячная. Это уже... Можно определить, куда я делал косяк. И вот шестисотая. Наклеиваем шкурочку. Первый номер у нас будет сзади. Это грубая. Сто восемьдесят, например. Можно грубее брать. Намного. Для формирования режущей кромки иногда приходится и шестидесятая, и восьмидесятая. Даже. Это первый номер. Потом идет второй. Второй, это значит вот это, напротив. Триста двадцатая. Триста двадцатая. Клей-карандаш. Обычный канцелярский. Это вторая. И третья, это будет вот здесь. Третья, шестисотая. Значит, с помощью этого приспособления можно наточить не только стамеску, а закрепить ее надо. Закрепляем станочек на столе. Чтобы сместить вектор сил ближе к середине, делаю подставочку сюда. Тогда струбцинка прижимается лучше. Станок стоит уверенно твердо и не двигается. Вот. Для того, чтобы наточить какой-либо инструмент, его нужно, например, кухонный нож. Его нужно положить. Одеть резиночку. От манжеты перчатки одеваем резиночку, чтобы не поцарапать полировку. Ложим нож. Намазываем клеем. Здесь у меня два шаблончика. 20 градусов и 30 градусов. 20 градусов для режущих, 30 для рубящих. Вот так вот закрепляем. И устанавливаем правильный угол, перемещая ползунок вверх или вниз. Или ориентируемся по маркировке. По маркировке нанесенной с обратной стороны. 20 градусов, 30 градусов. Ну, можно нанести еще более мелкую маркировку. Возвратно-поступательными движениями начинаем точить. Первый туда-сюда, вот так вот делаем. Потом переходим, переворачиваем нож, переходим на второй, на третий. И последнее, это кожа, натертая пастой боя. С помощью этого приспособления можно наточить кухонные ножи любой формы и конструкции. Можно наточить такой вот большой нож. Но здесь спуск очень длинный, поэтому он неуверенно лежит. Для этого используются фиксаторы. фиксаторы. Устанавливаем фиксаторы. И можно ими даже прижать слегка. Вот так вот устанавливаем нож и возвратно-поступательными движениями с нужным нам углом затачиваем его. Вот таким образом. самый большой вопрос это, конечно, 100 месяцев. Вот так же можно наточить кухонные ножи, можно наточить охотничий нож. Так же устанавливаем, прижимаем и точим. Можно наточить пирочинные ножи. Зафиксировали. Можно поставить упорчики вот так вот в торец. Можно прижать. Можно наточить пирочинный нож. Так же можно наточить тот же косяк. Установили. Он стоит очень крепко. Можно заточить косяк. Так же можно наточить лезвие бритвы опасной, если она у вас есть. Все держится очень хорошо и качественно. Стамеска. Для стамески резинка не нужна. Можно поставить стамеску. 2-3 миллиметра выпуск даем здесь. Устанавливаем нужный угол. Устанавливаем нужный угол и точим. Сначала первым. Можно слегка придержать. Угол будет идеально ровный. Потом переходим на второй. Поворачиваем. Поворачиваем на третий. и потом финишная доводка уже. Плоскость получается ровненькая, ровненькая, без всяких завалов. Так же можно наточить железку стамески. Для этого пассатора снимаем. Выравниваем по краю. С усилием надо поправить ровненько. Вот так вот устанавливаем железку рубанка. Устанавливаем нужный угол. Отмечаем маркером. Задаем нужный угол. Перемещая ползунок. И все. Заточка получается очень высокого качества. И так же первым номером, первым номером, вторым, третьим и кожей можно загладить. Но мало того, на этом станке можно наточить ножницы. Устанавливаем вот такое приспособление. Ножницы отмечаем маркером. Помечаем режущую кромочку угол заточки маркером. Устанавливаем под углом ножницы. Устанавливаем правильный угол. Первый номер. И производим заточку ножниц вот такими движениями. Переворачиваем и производим заточку второго лезвия. Все, ножницы заточены. Кроме того, можно заточить деревенский топор, например. Точно тоже. задаем угол заточки и производим заточку. Это будет очень качественно. в итоге получается, что любой инструмент, который бы вы не положили, этот станок будет заточен на высочайшем профессиональном уровне. я показываю. Это охотничий нож. Бумажки нет. Понятно? Ну и так далее. Все понятно. Вот такой станочек. Папа, а вот это можешь поточить? Ну, положи. Сейчас я закончу. станочек. Так. Что здесь мере? Ну, серей там нет. С такими мне уже приходилось работать. Сейчас попробуем что-нибудь с ним сделать. Сейчас лукал подберу. Чуть-чуть пониже. Можно так, но так не очень хорошо берёт. Здесь надо другое. Сейчас найду самый убитый мотик. Сейчас подберу. Самый потёртый нужен, старый. Ну, вот такой уже гладкий совсем подойдёт. Гладкий. Три-клика. Повышно. да 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 вот с таким ну да теперь можно по порядку и вот так дальше несколько это долго но зато очень хорошо угол не нарушен будет все идеально за . рубанка занимает много времени но за . получается идеальная поэтому я его храню храню спрятав жало вовнутрь так вот закрываю чтобы нечаянно не повредить я его прячу вовнутрь а для заточки рубанка ножа электрического рубанка здесь нужно установить угол 35 градусов как этого добиться вот ставим так и воспользуемся смартфона вот здесь есть приложение пузырек или бобль его устанавливаем на это приспособление и устанавливаем угол 35 градусов и под этим углом будем точить опять же потому что многие люди любят точить камнями ну и когда надо снять много металла тоже удобно это сделать камнем берем обычный брусок победитовым буром просверливаем в нем отверстие посередине я думаю достаточно берем немножко клея супер клея типа секунда наносим наносим теперь берем клепальную гаечку или как она еще называется клеп гайка заворачиваем устройство тоже можно слегка на нее нанести клею вставляем ее сюда и обжимаем вот так вот заворачиваем шпильку воспользуемся ключиком это точилка для устройства приставочка для ножниц я в ней сделал пропил и так вот удобно вот и все что я хотел сказать но это лучше для первого прохода а потом заканчивать точить все таки лучше шкурками с кожей получается изумительно идеально вот и все одно дело точить ножички там быстро все и легко с помощью такого вот квадратного брусочка а вот ножи деревообрабатывающего станочка точить очень долго вручную очень долго здесь снимать надо очень много металла поэтому сначала видите убитый совсем убитый нож поэтому сначала я его прохожу ленточным электронапильником макита это вообще такой чумовой аппарат с ним жизнь становится намного проще точить все намного легче у него регулируются обороты вот здесь вот но чтобы шлифовать можно на больших оборотах а точить лучше вот на троечке на маленьких чтобы не поджечь лезвие вот например и можно точить не только деревообрабатывающий станок но можно и тяпку вот поточить но сегодня я буду точить ножи деревообрабатывающего станка удержать угол сложно поэтому я сейчас немножко изменю конструкцию для этого нужно снять ручку поближе подойдем вот ручку снимаем и вместо нее поставлю направляющую шпильку чтобы ножи точить под правильным углом потому что это очень важно сделать правильный угол вот такую шпилечку берем и устанавливаем сюда шпилька должна быть обязательно параллельно вот этому этой плоскости обязательно это тоже очень важно проверить можно приложить какой-то плоскости вот к плоскости приложите посмотреть чтобы шпилька была обязательно параллельно вот так так надо включить его сейчас все операции с ним нужно производить обязательно выдернув из розетки иначе можно пальцы пошлифовать вот устанавливаем нож на приспособление для заточки устанавливаем угол ну я поставлю сейчас 40 градусов пока посмотрю как пойдет и поехали так ну и так далее продолжаем точить и обязательно время от времени нужно проверять проверять вот так вот на просвет насколько изогнуто лезвие где-то больше можно выбрать где-то меньше углы надо поправить а потом уже окончательную заточку производить с помощью ручного меняя шкурки с помощью вот этого брусочка обязательно обязательно уже им опять же надо откорректировать угол и уже этим брусочком это займет времени ну буквально 15 минут на заточку одного ножа не больше 15 минут уходит вот он уже острый осталось его только поправить этим брусочком еще еще этим напильником можно с успехом заточить мачете вот вот он уже убитый у меня по железу прошелся несколько раз потому что вручную точить это очень долго а вот так будет я думаю совсем неплохо устанавливаем угол 25 градусов и погнали спуске спуске с 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 до имея такой электронапильник можно отказаться от алмазных брусков потому что с ним очень просто и быстро работать осталось только поправить ручным бруском и все можно топор заточить топор особенно долго точить он толстые здесь спуски большие поэтому угол устанавливаем какой-нибудь сейчас посмотрим больше можно чуть-чуть пониже чуть-чуть может еще пониже чуть-чуть с с с и так дальше короче работа идет намного быстрее ручным брусочком только доводим уже до зеркального блеска там до нужной остроты нам также под этим же углом устанавливаем и погнали угол устанавливаем этим уже только доводим вот и все что я хотел сказать наточить любой нож ручным бруском можно быстро за 5-10 минут но навести спуски когда нужно убрать очень много металла как на этом топоре да вручную это очень долго лучше воспользоваться электрическим напильником да вот таким например но он дорого стоит это хорошенькое изделие дорогое можно пойти другим путем можно сделать вот такое приспособление несложное да вал на подшипнике и подшипник на валу да перемещающийся берем шкурку от шлифовального станочка такого вот ручного да продаются они недорогие эти шкурки отрезаем вот вместе склейки делаем прорезь примерно два сантиметра шириной и отделяем полосочку это будет очень дешево стоить натягиваем ролик пальчиком просто натягиваем и закручиваем вот и все инструмент готов к работе теперь берем обычную бремь и зажимаем в нее это устройство можно конечно на наждаке можно болгаркой снять но вероятность поджога большая там обороты большие можно поджечь металл и испортить его твердость качество нарушится поэтому мы эту шпильку выворачиваем потому что нам нужен определенный угол заточки здесь обычная клепальная гайка м4 также заворачиваем вот тугенько сюда чтобы эта штучка нечаянно не болталась можно любую хрень бросить я кусочек туда на всякий случай зафиксировать устанавливаем угол заточки какие нам спуски нужны вот раз вот так вот мне здесь нужно навести спуски чтобы топор рубил очень красиво и проверяем видите искры не летят то есть обороты не очень большие угол очень четко задан поехали так вот с а и и на они и а нет так ну и так далее короче намного быстрее чем вручную да потом также шпильку заворачиваем и уже вручную на разных шкурках с пастой гоя да и выравниваем это все дело очень красиво вот такое я уже много вам рассказал о возможностях своей точилки эта серия будет заключительная покажу последнее приспособление которое я сделал для этой точилки она приспосабляется болгарки снимаем с болгарки штатные гайки защита снимаем и вместо защиты ставим вот такое несложное несложное приспособление его можно поставить вот так вот ровно можно повернуть под любым углом мне нравится вот так крепенько его закрепляем вместо штатной гайки устанавливаем такой вот ролик и токарь вытащил сейчас опять же одеваем полосочку шкурки затягиваем ее и заворачиваем задаем нужный угол и вкручаем отрезаем сливочное масло Так работа идет быстрее Но как вы заметили, летят искры Значит нужна болгарка с регулятором оборота У меня, к сожалению, ее нет Поэтому мне вот к этой болгарке это приспособление не очень подходит А так вещь изумительная И она дешевле вот этой Здесь меньше токарных работ Здесь всего один подшипник Вал и еще один валик маленький И все Вот такое простое приспособление Все